В данном уроке водяной знак в скетчап, ново всём поподробнее. Всем привет, с вами Джонни Кэкс. Перед нами окно программы с подготовленным объектом. Готовые сцены с анимацией, однако перед экспортом может чего-то не хватать. Например, водяного знака в экспортированном видео. Водяной знак указывает на принадлежных видеоролика конкретному лицу или организации. И достаточно широкое применение получил на ютубе. В моих видео водяной знак добавляется на стадии монтажа роликов в отдельной программе. А если вы хотите выложить результат своей работы в скетчап сразу после экспорта видео. Справа лоток по умолчанию стили. Стили отсутствуют? Тогда окно, лоток по умолчанию, галочку, пустили. Раскрываем стили. Среди трех подразделов выбираем редактировать. Далее настройки водяного знака. При нажатии на кнопку ниже появляется меню наподобие сцены. Кнопки добавить и удалить водяной знак, переместить водяной знак вверх-вниз. Чуть выше эти знаки вообще можно скрыть, всего лишь убрав галочку. Добавим водяной знак. Жмем на плюс. Открывается окно, в котором выбираем корсинку. По умолчанию изображение закрывает весь фон. Однако тут же есть и окно создать водяной знак. Название я оставлю исходным, хотя его можно редактировать. Далее предоставляется выбор с пояснением. Фон, картинка за объектом. Или наложение, картинка перед объектом. Как фон, водяной знак тоже может использоваться, если сделать его прозрачнее, уменьшить масштаб и заполнить все пространство. Данный вариант распространен в прессе, как например здесь. Кроме того, фон это фон. Для большей реалистичности можно использовать пейзаж вместо однотонного неба. Мы продолжим. Выбираем наложение. Картинка закрывает объект. Далее. Создать маску. Фон убирается, а надпись остается, но становится гораздо прозрачнее. Для такого результата самое то. Прозрачность. Ползунком подбираем нужный нам результат. Далее. Как отображать водяной знак. Первое. Развернуть во весь экран. Правее есть пункт заблокировать соотношение сторон. Картинка отображается в исходных пропорциях. Убрать галочку и картинка заполнит фон. Два. Замостить экран. Ниже появляется масштаб с ползунком. Уменьшить масштаб. Готово. Можно и так. Расположить в экране. На моих видео водяной знак справа сверху. Расположим этот знак так же, используя координаты положения. Ниже есть масштаб. Используем и его. Готово. Жмем завершение. И тут есть один нюанс. Стоит вам посмотреть анимацию с водяным знаком, как он исчезнет. Важно. После добавления водяного знака, нажмите на обновить стили с изменениями. Теперь готово. Отображение происходит корректно. Ну и, само собой, пример готового видео. А на этом все. Понравилось видео? Не забудьте поставить лайк и подписаться на этот канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо за внимание. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok